Добрый вечер! В эфире программа «Юридический ликбез», программа, благодаря которой свет знаний проливается в самые темные уголки отечественного законодательства. Как известно, автомобили сталкиваются не только друг с другом, но и с объектами дорожной инфраструктуры. Более того, каждый автомобиль по определению взаимодействует с самой дорогой, которая в нашей стране зачастую оставляет желать много лучшего. Что же делать и как отстоять свои права в случае, если ДТП произошло не по вине участников дорожного движения, а по вине тех, кто эту дорогу был обязан содержать в образцовом состоянии? Об этом мы поговорим сегодня с нашим постоянным экспертом, которого я вам представлю, Николай Скалов, адвокат, специалист по защите прав автомобилистов. Естественно, есть и у вас возможность принять участие в нашем диалоге. Для этого у нас есть специальный телефонный номер 617 95 55 с кодом Москвы 495. Номер для смс-сообщения 5577, если вы пользуетесь услугами одного из российских операторов сотовой связи. Если вы пишете нам из Казахстана, 4 четверки, специальный номер для вас также существует. Начнем мы нашу беседу с того, что посмотрим видеосюжет, который рассказывает, отвечая даже на один из извечных русских вопросов. Что делать, если ДТП действительно произошло, как вы считаете, по вине дорожных служб? Давайте посмотрим. Согласно статистике ДТП, за первые 4 месяца 2014 года в России зарегистрировано 48 650 аварий. Из них 16 829 произошло по причине неудовлетворительного состояния улиц и дорог. Согласно действующему законодательству, любой водитель имеет право получить денежную компенсацию за поврежденный автомобиль в результате ДТП, которое произошло по вине ответственных организаций. Порядок действий при подобном ДТП немногим отличается от привычной нам схемы. Вызовите сотрудников ГИБДД на место происшествия. До приезда инспекторов не передвигайте свой автомобиль. Зафиксируйте с помощью фото- и видеоаппаратуры дорожную яму. Если вы это не сделаете, то наверняка эта яма будет заделана дорожной службой еще до начала судебного процесса, и вам будет тяжело что-либо доказать. Внимательно проследите за составлением протокола и добейтесь от инспектора ГИБДД, чтобы в протокол были внесены все подробности происшествия. А именно, в протоколе необходимо указать, что возле ямы не было дорожных знаков и соответствующего ограждения. Если вы сняли на фото или видео повреждения дороги, то инспектор ДПС обязан отметить это в протоколе. Получите в органах ГИБДД акт о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия и справку о ДТП по форме 154. Узнайте в ГИБДД, какая организация отвечает за состояние дорог данного участка. Позвоните туда и договоритесь о месте и времени экспертизы для оценки ущерба. Уведомите виновника аварии о времени и месте экспертизы. Для этого отправьте по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложений информационное сообщение свободной формы. Сохраните квитанцию об оплате почтовых услуг и после получения письма ответчикам вам придет уведомление о вручении письма. Его также необходимо сохранить. Проведите оценку повреждений в назначенное время и подайте исковое заявление в районный суд по месту юридического адреса виновника аварии. Подробнейшая видеоинструкция по борьбе с дорожными службами в нашем вводном видеосюжете. Если вы не успели все записать, добро пожаловать на сайт нашего канала, где запись этой передачи тоже будет. И вы, соответственно, сможете этой инструкцией воспользоваться в любое удобное для вас время. Ну а пока мы беседуем с Николаем Скаловым, нашим постоянным экспертом. Напомню, телефоны для связи с нашей студией 617-95-55 с кодом Москвы-495, это наш телефонный номер 5577, номер для смс-сообщения от абонентов российских операторов сотовой связи. Если вы пишете нам из Казахстана, 4 четверки, специальный номер для вас. Я предлагаю начать с того, что все-таки перечислить те случаи, которые позволяют отнести произошедшее на совесть дорожников. Ну, помимо ям, которые мы в изобилии наблюдали в нашем вводном видеосюжете, вот этот страшный финальный кадр, где машина, похоже, на провода просто натолкнулась на какие-то. Что все-таки относится к ведению дорожников, ну, помимо, собственно, самого покрытия? Ну, помимо покрытия, это также деревья, которые находятся вдоль дорог, которые имеют место падать. То есть, если дерево свалилось и причинило ущерб автомобилю, соответственно, это винодорожник. Конечно, то есть, вовремя не уследили, они должны все распиливаться, смотреть, то есть, как в этом состоянии у этого дерева, что он там делает. Вот, соответственно, это знаки. Дорожная ремонтная работа, которая ведутся на дорогах, должны соответствующими знаками по ГОСТу быть выставленными. Соответственно, зачастую у нас либо их забывают выставить, ну, появляются либо там ямы, либо там еще какие-то препятствия, в том числе... Замечательная история, когда рабочий день заканчивается, и знаки исчезают одновременно, а ямы остаются. Да, ямы остаются, еще и люки открытые остаются. То есть, кто-то там что-то убирал, а люк потом забыли, либо его там, не дай бог, конечно, украли. Такие тоже случаи бывают. Так же и со строительной техникой, которая, ну, либо остается стоять на местах, проводимых дорожных работ, никакими знаками не... Либо в ночное время нет освещения, то есть, соответствующих знаков, то есть, тоже бывают там страшные такие ДТП. Ну, что еще? То есть, это падение различных инфраструктурных вещей. Это столбы, светофоры. Вот, кстати, со столбами, да, есть же столбы, которые отвечают за городское освещение. Они относятся к видению дорожников? Если из фонаря что-то упало, или сам фонарный столб каким-то образом, вследствие безалаберной его установки, например, просто упал в какой-то момент? Я думаю, что это находится, наверное, в ведении МОСЭНЕРГО, там, либо какой-то энергоснабжающей организации, ну, которая у них на балансе стоит, они должны следить за этим. Вот. Тут вот как раз вот и возникает вопрос, что самая зачастую, то есть, большая проблема – это выяснить, кто виновник. Какая организация отвечает за то или иное вот это вот взглядение, в которое попадают наши автовладельцы. То есть, кому принадлежит, в чём ведении находится дорога, либо там вот этот люк, который остался открытым, или кто проводил ремонтные работы, что-то там за собой не убрал, там, мусор оставил, там, или ещё что-то. То есть, ну, зачастую различные ситуации бывают. Ну, тем более, люки те же самые, они же бывают тоже к разным службам, относящиеся в диапазоне от водоканала до Министерства связи. Да. Поэтому вот основная проблема – это выяснить ту организацию, которая за это отвечает. Так как же? Как же поступать? Это можно сделать либо в органах ГИБДД, как правильно сказали в водном сюжете, либо в местных органах муниципальной власти, которые отвечают за участок, они знают, какие у них там организации, что какие работы проводили, кто за что отвечает. То есть, там могут дать ответ. То есть, если произошло ДТП, в котором оказался задействован тот или иной объект, находящийся, скажем так, вокруг дороги, и непонятно, кому он принадлежит, то самое разумное с точки зрения автовладельца – это тщательно, чем образом, этот объект описать, насколько я понимаю. То есть, нужно зафиксировать его и потом уже выяснять, собственно, кому он принадлежит. Да, то есть, вызвать сотрудников ГИБДД, которые все документально оформят, и потом уже выяснять, то есть, действительно, в чем ведение это все находилось. И уже туда предъявлять письменные претензии. Также справедливо это, либо там телеграммы, либо по почте, это проводить экспертизу независимую. Почему? То есть, необходимо уведомлять данную организацию, чтобы они предоставили своего представителя. В случае, то есть, если вы их туда не вызовете, то они потом могут оспорить результаты данной экспертизы. То есть, будет проведена повторная, дополнительная, ну, в общем. В общем, все затянется. 617-95-55 с кодом Москвы-495. Это наш телефонный номер. Есть у нас дозвонившийся к нам телезритель. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Артем. Я из города Москвы. У меня такой вопрос. У меня выезд со двора идет на Треобразный перекресток. Летом там обычно стоит троллейбус. Зимой очень часто туда просто выгребают снег. Поэтому, выезжая со двора, потока слева не видно, и часто случаются ЗТП. Как можно вообще заставить дорожников либо не оставлять эту зимой кучу снега, чтобы было видно, либо как-то привлекать к ответственности, потому что они полностью парализуют обзор. Да, спасибо большое. Но вот ситуация, когда объект вроде не является участником ДТП, скажем так. То есть, непосредственно с ним взаимодействие автомобиля не происходит. Но косвенно может явиться причиной дорожно-транспортного происшествия. Ну да, это как раз работа коммунальных служб по уборке территории, которые, соответственно, не осуществляют вовремя вывоз этого снега. Либо, я не знаю, вообще его не вывозят, просто складируют. Соответственно, в данном случае можно выяснить, что за организация, обратиться напрямую к ним. Либо, опять же, это написать жалобу в местную администрацию с указанием вот этой организации, которая находится у них на подряде, которую они нанимали для того, чтобы эту территорию убирать. И предъявить вот эти претензии, указать на недостатки в работе, чтобы убрать вот эту кучу снега. Представим себе ситуацию менее однозначную, ситуацию, в которой состояние дорожного покрытия не наносит непосредственно дефектов самому автомобилю. Но приводит к тому, что случается ДТП. Ну, например, самая простая ситуация, это какая-то яма, которая пришлась на зону торможения. Торможение, соответственно, не удалось осуществить с должной эффективностью. В результате произошел контакт, в котором, вроде бы, по идее, виноват человек, который не дотормозил. Ну, кто въехал, тот и виноват. Но, с другой стороны, можно ли отстоять свою правоту и, хотя бы свою невиновность, и переложить вину на дорожников в случае, если имеется некая помеха для того, чтобы водитель имел возможность справиться с управлением? Ну, если причиной будет вот эта яма в ДТП, ну, тут же надо исходить из того, что, если человек въезжает на территорию, где проводятся ремонтные работы, и имеется ограничение с красного режима, то есть человек должен себя там вести внимательно. Если вот эти все вещи, грубо говоря, не были соблюдены... Ну, если это стихийная яма, да, не та, которую нарочно выкопали, а вот какая, естественно. Да, стихийная яма, которая появилась там ввиду износа дорожного полотна. Соответственно, ее своевременно не увидели и не золотали. И вы причиной ДТП послужила именно эта яма, то да, это снимет с вас ответственность, и, то есть, можно будет предъявить претензии к дорожной службе. Но это нужно доказать. Доказать это, значит, нужна экспертиза, которая установит причинно-следственную связь между дорожно-транспортным происшествием и взаимодействием источника повышенной опасности, то есть вашего автомобиля, с этой ямы, которая привела в итоге к... Кто эту экспертизу уполномочен провести? В данном случае, то есть, эта экспертиза будет проводиться в рамках вот этого дела, рассматривающего виновность дорожно-транспортного происшествия. Ну, вам никто не запрещает привлечь независимых экспертов, которые... Но это должны быть эксперты почем. Мы неоднократно обсуждали с тобой работу экспертов, которые оценивают повреждения, трассологов. Нет, это как раз трассологическая экспертиза, которая указывает на взаимодействие источника повышенной опасности с этим же, то есть, ну, давайте назовем ее там этой ямой и второй машиной. То есть, причинно-следственная связь. То есть, если бы ямы не было и все было в порядке, значит, ДТП не было бы. Но ввиду того, что есть яма, она там привела к тому, что машину выбросила там на другую полосу, либо еще что-то. Да, напомню, телефон для связи 617-95-55 с кодом Москвы-495-5577, номер для СМС-сообщения от абонентов российских операторов сотовой связи. Если вы пишете нам из Казахстана, 4-4-ки, номер специально для вас, спрашивают нас зрители, точнее вас в данном случае. Повреждение было получено припаркованным автомобилем в момент работы техники, которая осуществляла уборку дорожного покрытия, насколько я понимаю. То есть, автомобиль, проезжающий, очищавший снег, просто машину зацепил. В этом случае, как разграничить вину водителя и где его искать, собственно, да, можно ли установить виновника происшествия по тому, например, кто должен был осуществлять эту уборку данного участка дороги? И второй вопрос, есть ли какая-то вина на той организации, которая эти работы производит? Или это классическое ДТП, которое в рамках КАСКО-ОСАГО нужно рассматривать? Ну, повреждения автомобиля в любом случае будут рассматриваться в рамках, если вы будете обращаться в страховой компании, то это КАСКО-ОСАГО. Относительно, то есть, как это все оформить и кому предъявлять претензии, то есть, это нужно будет вызывать сотрудников госавтоинспекции, указывать на то, что машина была припаркована, имеется повреждение, чтобы они это все описали. И указывать на то, чтобы повреждения были причинены снегоуборочной техникой. Ну, то есть, там следы работы должны быть? Следы работы, да, то есть, убирала техника, вот она там зацепила, там, не знаю, там имеется краска, еще что-то, имеются свидетели, которые видели, возможно, имеется видеозапись, и, то есть, техника, ну, грубо говоря, он не заметил, там, уехал и оставил повреждения. То есть, соответственно, в эту организацию будут обращаться, устанавливать, кто производил работы, вызывать, он будет давать показания относительно того, что он там делал и как. Ну, и в данном случае уже, то есть, если имеется, то есть, транспортное средство застраховано и размер ущерба причинен, то есть, либо компания в рамках страховой компании, в рамках ОСАГО возместит, либо частично, там, доплатит из своих, там, денежных средств. В этом случае водитель вот этой спецтехники, к нему применяется эта же норма насчет того, что он покинул место ДТП? Да. То есть, он рискует точно так же, как и любой другой водитель, рискует лишиться права управления транспортным средством? Да, конечно. То есть, ну, если он только не докажет, что он там не видел, так получилось, что вот он не зацепил, ну, не знаю, может, у него там какой-нибудь такой трактор, что зацепил там и даже не почувствовал. Хорошо. Рассмотрим аналогичную ситуацию под другим углом. Не секрет, что во многих городах, я, честно говоря, в Москве с такой практикой не сталкивался, но знаю, например, что в Петербурге это происходит регулярно. На тесных улицах дорожники перемещают автомобили, опять же, в зимний период с целью очистки той или иной стороны дороги от снега над наледи, перемещают автомобили. Если в этом случае автомобиль получает повреждения, опять же, как вести себя владельцам? Кстати, вот типичная ситуация была относительно, ну, по уборке снега, так же, когда, например, ремонтируют дорогу. То есть, асфальт снимают, там какие-то припаркованные машины, их тоже перемещают. Зачастую, то есть, это делается без предупреждения владельцев. То есть, сказали надо, они вот там ремонтируют, сами догадывайтесь, что надо машину не парковать в этом месте. Здесь, значит, если вашу машину при перемещении, и вы прекрасно это понимаете, что именно вот так ее повредили, нужно вызвать сотрудников госавтоинспекции, зафиксировать все повреждения, описать их. И, к тому же, то есть, вы увидите, что там эта техника работает, можно будет понять, что за организация она принадлежит, и уже им предъявить претензии. То есть, относительно добровольного порядка возмещения, да, либо, то есть, опять идет у нас судебный порядок. В зависимости от стоимости ущерба, это либо мировой судья, либо это мы будем обращаться в районный суд. Угу. Неожиданный вопрос пришел по СМС. Напомню, еще раз, кстати, номер 5577, если вы являетесь абонентом российских операторов, в этой связи 4 четверки, если пишете из Казахстана, ну и уж телефон, тоже порядка ради, 617-95-55 с кодом Москвы-495. Григорий пишет нам, если я проезжаю по подтопленной улице и обрызгал пешеходом, можно ли в данном случае переложить вину на коммунальные службы? Мне интересна еще позиция пешехода, который, будучи облитым водой, пойдет предъявлять претензии. Ну, кстати говоря, повреждение одежды, ну, и одежда бывает дорогая, как известно. Зачастую такое бывает. В практике такое действительно было. То есть, ну, там просто соседи, да, знают друг друга и... И настолько друг друга любят, что не смогли договориться. Не, ну, смотрите, то есть, как вы можете предъявить претензии к коммунальной службы? Ну, понятно, что вода, если в вашей машине там что-то залило, это понятно. А здесь причинно-следственная связь. Вы едете очень быстро по воде, вы видите, как у вас там все это разлетается. Вы видите пешехода, вы скорость не снижаете, вы его обливаете. При чем тут коммунальные службы? Ну, теоретически, я сейчас встану на позицию нашего зрителя. Если доказать, что ливневая канализация не работала надлежащим образом, и слой воды на дороге был чрезмерно большим, в этом случае можно часть вины переложить, и вот за вот этот испорченный костюм Дзенни на виновников, на дорожников. Я думаю, в принципе, то есть теоретически этот вопрос можно поднять в суде, да, и если мы еще скажем, что это действительно канализация, и одежда, если бы это была обычная вода, она бы не пришла там в негодность, ее можно было восстановить, отстирать, а так как там попали следы от канализации, то одежда, не знаю, там, растворилась, либо еще как-то что-то с ней там произошло, вот, и она пришла в полную негодность. Тогда теоретически можно как-то попробовать этот вопрос. Хорошо, оцените ущерб правильно. 617-95-55 с кодом Москвы-495, это наш телефон. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вот я хотел бы продолжить тему воды. Знаете, я часто езжу по МКАДу, и помню, что как только его отремонтировали, то сразу где-то в скорости возникла проблема так называемой колейности. Все, кто ездил, знаете, да, что в крайний ряд, там идет такая хорошая колея, как в старые добрые времена. Ну, сейчас опять начнется, асфальт под солнышком растает. Да, 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 да. Я даже помню хорошо, что наш предыдущий мэр обвинял в этом обладателей шипованной резины. Было такое, да. Хотя я никак не могу понять, как шиповная резина-то можно делать. У меня вот такой вопрос. Вот смотрите, я сейчас частенько по МКАДу езжу с юга, и вижу, как у нас там, с какой скоростью открываются новые развязки. Мне просто очень интересно понять. Вот это колейность, это просто некое явление, связанное с Лусковским КАДом? Или в России, благодаря климату и, ну, как известно, у нас две проблемы. Дороги, ну, а вторую мы сами знаем хорошо. Или как ни крути, у нас будут строить новые развязки, все что угодно. Но вот такого качества асфальт, где особенно, кстати, во время дождя, иногда, если он очень неожиданно начинается, становится страшно, то что занести может со страшной силой. Вот мне просто интересно понять. Как вы думаете, вот колея на МКАДе, это просто такой оставшийся, это памятник вот тем нашим дорогостроителям. Есть надежда полагать, что сейчас, когда строятся новые развязки, новые дороги, в том числе платные. И тут-то колейностью займутся, конечно, да. А вот как вы думаете, вот мне просто интересно, это действительно уникальность вот того Лусковского МКАДа, или у нас, как дороги не кладешь, все равно будет колея или еще какие-нибудь фокусы? Спасибо большое за звонок, прям крик души какой-то. Но могу сказать вам, что проезжая много сотен километров ежегодно далеко за пределами того самого МКАДа, который вы окрестили Лужковским, я могу сказать, что колейность – это глобальная проблема российских дорог вообще. И почему-то ее не наблюдаю я в таких масштабах. Ни в солнечной Испании, где постоянно очень высокая температура, и вроде бы асфальт имеет все предпосылки к тому, чтобы расплавиться. Ни в полярной Норвегии, где другая сторона вопроса, и, естественно, все ездят поголовно на шипах. И Финляндия, которая особенно ревностно следит за сезонностью резины. Ну, на самом деле, вся Скандинавия этим занимается, кроме, может быть, Дании, где относительно мягкий климат. И нигде этого нет, а в России это есть. Ну, делайте вывод, да, ну не в климате точно совершенно дело. Явно. Ну, а, кстати говоря, вопрос колейности, какова действительно может явиться причиной потери контроля над автомобилем. И в этом случае, в общем, тросологам будет смотреть особенно не на что. Что останется делать человеку, который по причине колейности вдруг попал в какую-то ситуацию неприятную? Ну, вот, кстати, вот буквально сегодня закончилось одно из разбирательств по делу с печальным исходом. И одной из причин как раз было в том, что на МКАДе имелась колейность. Ну, конечно, там основной это была причина, это превышение скоростного режима. Но зачастую, то есть, вот эти совокупность всех вот этих факторов, превышение скоростного режима и колейность привела к плачевному результату, привела именно к ДТП. Если, соответственно, то есть у нас МКАД имеет разрешенную скорость до 100 км в час, соответственно, если на этой скорости вы теряете управление из-за того, что происходит, ну, так называемая, колейность, еще какая-то неисправность дорожного. Ну, потеря курсовой источности автомобиля, да, запросто может произойти. Особенно в дождь, когда вот эта колея залита водой. Конечно. То есть здесь прямая причинно-следственная связь между дорожно-транспортным происшествием и плохим состоянием дорожного полотна. То есть дорожные службы в данном случае можно привлекать, и надо это стараться. Я, кстати, хочу сказать, что за 2013 год, вот по статистике просто так вот интересно, мы с коллегами смотрели, увеличилось количество обращений обычных граждан к дорожным службам. Дорожные службы стали сейчас реагировать быстрее на вот эти вот сигналы. То есть когда там жалобы поступают... Вода камень точит все-таки. Все-таки потихоньку какие-то сдвиги пошли. Ну, по крайней мере, я скажу по московскому региону. Я не знаю, как там в других, но здесь... Надо бороться. 617-95-55 с кодом Москвы-495. Случалось ли вам, может быть, побеждать в этих спорах? И любые вопросы нашему эксперту Николаю Соколову можете задать по телефонному номеру, а также адресовать их на специальный короткий номер для смс-сообщений 5577 для абонентов российских операторов сотовой связи, 4 четверки для тех, кто пишет нам из Казахстана. Пока вы вспоминаете и придумываете вопросы, мы обратимся к нашим соседям по потоку. Точнее, посмотрим на результат работы нашего корреспондента, который, вооружившись микрофоном, отправился допрашивать этих самых соседей с очень простым вопросом. А случались ли у вас ДТП по вине дорожных служб? Давайте ознакомимся с ответами. Да, конечно, люк, подвеска, замена подвески, ну и больше ничего, никакой компенсации никаких судов. Да, я мял обод на одной из своих машин по вине дорожных служб, потому что они выкопили ямы, но не было никакого знака, который бы сообщал о том, что впереди такое. Были ситуации очень опасные по вине дорожных служб. Буквально на днях кусок от ограждения сломался, и прямо он в него чуть не влетел. Не было. Но качество дорог в некоторых местах оставляет желать лучшего. И вполне возможны такие происшествия. Есть друзья, которые действительно происходили из-за того, что несвоевременно происходит ремонт дорог, соответственно, попадали в ямы и улетали из-за этого в кувет. Работают плохо, но не было. Уворачиваемся пока. Да, охотно отвечали на этот вопрос респонденты. Давайте продолжим по традиции наш интерактив. И я с удовольствием объявляю СМС-голосование. Считаете ли вы возможным добиться компенсации за ущерб, причиненный в результате ДТП по вине дорожных служб? Так, несколько пространно звучит формулировка, но я думаю, понятно, о чем идет речь. Как всегда, два варианта ответа «Да, нет». Как всегда, в финале нашей программы мы подведем итоги вашего голосования. Ну, а пока объявлю я еще и номер телефона 617-95-55 с кодом «Москвы-495». Звоните, давайте пообщаемся в прямом эфире. Ну и, конечно, если какой-то вопрос поступит на наш СМС-канал, я с удовольствием его переадресую Николаю Скалову. Вот ты сейчас до опроса затронул тему разделения ответственности. С одной стороны, может быть, превышение скорости, какие-то еще факторы. С другой стороны, состояние дорожного покрытия, которое может вредное влияние этих факторов усугубить. Как все-таки правильно подходить в этом случае к вообще процедуре доказательства своей виновности или невиновности в том или ином вопросе? Ведь может быть, например, такая ситуация, когда автомобили уже после столкновения могут столкнуться с какими-то препятствиями. Даже не обязательно в пределах дороги. Или, допустим, если где-то должно было быть ограждение, которое ограничивает движение, потерявшего управление транспортного средства. Но оно отсутствует. И из-за этого происходят более тяжелые какие-то последствия. Какой-то бордюр не нашелся в том месте, где он должен был остановить, допустим, автомобиль скользящий, летящий после столкновения. Если есть подозрение, что такие объекты должны были быть, и они должны были уменьшить ущерб в результате ДТП, причем ущерб может быть причиненный третьим лицам. Как в этом случае действовать участнику такого ДТП, особенно если он не чувствует себя виновным? Есть какие-то документы нормативные? Паспорт, дороги, может быть, какой-то, которые можно поднять и установить, да, в этом месте должны были быть те или иные конструкции, но их не было. Есть схема организации дорожного движения, на которой указывается все, во-первых, дорожная разметка, которая необходима на данном участке дороги, и дорожные знаки, которые должны все быть выставлены. В том числе и указываются светофоры, режим их работы. Эту схему можно будет получить в ЦОДе, в Центре организации дорожного движения, то есть у нас по Москве выдается она, то есть у них там все схемы движения по всей Москве имеются. Относительно того, что ты сказал по ограждениям, в данном случае действительно водитель должен исходить, вот как раз, то есть кто, вот насколько убежден в том, что он действительно прав в этой ситуации. То есть различные бывают ситуации, и если действительно там должно было быть, например, разделение, там имеется ограждение, а ввиду того, что оно было некачественно закуплено болтами, у вас там полмашина, не знаю, там разрезала или не дай бог, ну бывали такие случаи, что это ограждение попадало в салон и причиняло увечья. Это уже могут быть серьезные травмы. Да, то есть в данном случае, то есть это только экспертиза, то есть зачастую человек, который попал в ДТП и потом уже смотрит на все вот эти вот последствия, он не может определить, какие там должно было быть это дорожное полотно, там эти разделения, вот эти вот все вот эти вещи. Это может только сделать эксперт на основании экспертизы. И в данном случае вашим доводом основным и доказательством это будут результаты экспертизы, которые говорят о том, что по результатам проведенной экспертизы должно было быть то-то, но этого не было. Соответственно, как это могло повлиять на характер взаимодействия источников повышения? Если там это, ну то есть не были соблюдены данные правила, оно как раз и явилось причиной ДТП, то в данном случае можно предъявить претензии к организации, виновной за то, что не было там соблюдены все правила, которые должны были на данном участке дороги, которые привели к плачевному результату. Ну то есть взять как-то себя в руки попутаться, несмотря на то, что в состоянии ДТП все-таки состояние, ну мягко говоря, возбужденное, и не всегда ты понимаешь вообще, что произошло. Ну это все надо зафиксировать, и потом уже, то есть действительно, то есть обратиться, то есть если у вас имеется вопрос, имеется того, что подозрение, что действительно тут какое-то ограждение плохое или еще что-то, обратиться к экспертам. Ну то есть у нас есть различные экспертизы в области автотехники, то есть это и торсология, и в том числе относительно того, что какие должны быть применены материалы на дороге, это все можно сделать. То есть эти экспертизы проводятся. Сразу два вопроса. Про повреждения от искусственных неровностей, так называемые лежачие полицейские. Не секрет, что особенно где-то за пределами того самого МКАДа, который уже был у нас тут фигурантом, такой эмоциональный звонка от нашего зрителя, такие неровности выполняются на глазок, как-то по наитию, без каких бы то ни было соблюдений и правил и так далее, и нередко могут нанести повреждения автомобилю, допустим, с небольшим клиренсом. Автомобиль это при этом абсолютно сертифицирован, он является, он имеет право передвигаться по дорогам общего пользования, но получает такое повреждение из-за искусственной неровности. Что в этом случае делать владельцу? Кстати, вот было такое аналогичное дело. В данном случае, то есть у нас организация отказалась от всех претензий, предъявленных к ней, в рамках вот этих неровностей, которые были не то, что на глазок сделаны, а там просто ямы какие-то, ну не ямы, а эти вот насыпи. На долбы. На долбы, да. Вот. Значит, у них их довод был, что, ну, во-первых, они все были установлены незаконно, то есть это первый момент. А они должны быть прописаны в этой схеме организации? Они должны быть согласованы, то есть они должны быть в этой схеме организации дорожного движения указаны. То есть это должен был, вот этот лежащий полицейский должен быть согласован. То есть просто так его там никто положить не может. Они указывали на то, что это местные жители, которым надоело, что там транспортные средства ездят быстро, вот кто-то из местных жителей совершил такой проступок и вот эти там вещи там сотворил. Поэтому к ним никакой ответственности нет. Интересный момент. Ну, то есть получается, что, условно говоря, мы с тобой под покромом ночной темноты. Из-за того, что нам не нравится, что кто-то где-то ездит, можем пойти вкопать столбы, и дорожники ни за что не отвечают. Да, это был их долг. Но суд, то есть были приглашены свидетели, которые сказали, что эти так называемые, давайте это называть, лежачие полицейские находились там уже очень длительное время. То есть не один, не два дня, а несколько месяцев. И когда мы спросили, то есть в течение какого времени вы должны были проводить проверку, кто у вас ездит, они предоставили данные, то понятно, что они должны были все это видеть. Их признали виновными. То есть, ну, во-первых, это все демонтировать, и так как организация должна была следить за тем, чтобы там этих всех вещей не было, то с них взыскали за стоимость ущерба причиненному машину. Ну, там вся подвеска слетела. Ну, то есть серьезный был ущерб. Да, потому что никаких знаков еще не было. Вот еще такой момент интересный может быть, когда повреждение автомобилем получается, то есть, условно говоря, попал ты в яму, но не фатально вроде бы, продолжаешь движение, потом замечаешь, что, ой, на колесе, на шине у меня грыжа, на диске такое повреждение, которое восстановлению это не подлежит, и понимаешь вроде бы, где это произошло, но ты уже с этого места уехал. Есть ли возможность каким-то образом это все-таки зафиксировать и предъявить претензию дорожной службе, которая, да, вроде бы никто не погиб, слава богу, да, никакого столкновения ни с кем не произошло, но повреждения есть, и они существенны. Ну, как бы, в данном случае, то есть, это получается, у нас ситуация такая, если что-то произошло, должен остановиться и вызвать. Если ты покинул место ДТП, это уже, то есть, твое нарушение, прямое, ну, если только вернуться назад и вот... Ну, что уже, в общем-то, не совсем, не совсем законно. Да. Будем честны. Ну, будем честны, это да. И у, например, очень опытного сотрудника госавтоинспекции при виде, там, повреждений, того, как стоит машина, еще что-то, могут возникнуть вопросы относительно того, что вы ему говорите неправду, что вы сюда приехали позже. И, соответственно, он может провести дополнительное административное расследование. И это уже будет... Ну, кстати говоря, в случае обращения в страховую компанию по КАСКу, например, может быть обвинение в мошенничестве, если... Нет, но отказ 100% будет. Да, ну, они бывают, я сам видел такие письма, которые присылались некоторым людям, что, в общем, эти действия могут быть в том числе, ну, это такая форма мягкого груза, конечно, такого давления. Давления. Что будьте аккуратнее, товарищи, потому что то, что вы пишете в объяснении, на наш взгляд, в действительности не соответствует. Есть вопрос про пластиковую разметку и ее, скажем так, отсутствующих сцепных свойствах во время осадков в межсезонье. Вообще, случались в практике какие-то дела насчет вот этой разметки, когда она, может быть, послужила причиной... Ну, особенно мотоциклисты, конечно, страдают от того, что эти все элементы очень скользкими становятся, как раз показывают нам дорогу, на которой именно такая пластиковая разметка, кстати говоря. Она вообще насколько соответствует ГОСТам? Если она устанавливается, я так понимаю, что она соответствует. У меня, честно говоря, таких ситуаций не было относительно пластиковой разметки. Единственное, что было действительно положительным опытом, что благодаря нее там не произошло там более серьезных вещей. А вот как-то вот каких-то таких претензий не было относительно нее. Были претензии относительно того, что выставляют эти знаки ограждения, которые вообще по ГОСТу они должны засыпаться песком, чтобы они там не... Да, ну вот эти блоки пластиковые, которые слишком легкие иногда. Да, слишком легкие, их сдувает, и бывает сдувает, что на машину машина получает повреждения, либо зачастую иногда бывают причины ДТП. И это, конечно, прямая вина тех дорожных служб, которые проводят работу на этом участке. Такие вот ситуации бывали. Ну, то же самое, насколько я понимаю, есть тоже вопрос насчет того, что из-за неоднозначной работы светофора, который менял все время показания, тоже произошло столкновение на перекрестке. Фактически можно каким-то образом зафиксировать, ну, если нет в машине регистратора, если он есть, понятно, можно понять, что ты вроде бы едешь на зеленый, тут он меняется, допустим, на мигающий желтый внезапно, ты по второстепенной дороге, кто-то по главной, он видит только мигающий желтый. То есть, естественно, руководствуется знаками приоритета, ба-бах, вы встречаетесь, и вроде бы все правы. А вообще, в принципе, зафиксировать каким-то образом сбой в работе светофора возможно? Да, возможно, но это, в принципе, можно также снять на телефон, камеру. А, ну, просто уже выйдя из машины. После всех этих вещей, дело в том, что на каждом перекрестке и у каждого светофора есть режим работы. Он прописан по минутам. То есть, и порядок, то есть, какая стрелочка когда загорается, какой проходит временной интервал, и, то есть, как там это все происходит. И даже по режиму работы по времени суток. Это тоже можно все взять, запросить, то есть, в ЦОДе, где предоставляется схема организации работы светофоров на том или ином участке. Соответственно, когда вы фиксируете вот это вот все, что неправильно, потом можно сравнить с режимом работы, который предусмотрен, ну, соответственно, уже к той организации, в чьем ведомстве находится, то есть, работа этого светофора. То есть, ну, он неправильно показывает, если ДТП произошло, еще что-то. То есть, и в этом случае, опять же, можно ли тогда считать, что вина, заслучившаяся, лежит на службах дорожных, которые не обеспечили должную работу вот этого светофора? Ну, конечно, то есть, неисправность привела к ДТП. Кто виноват? Хорошо, подведем итоги нашего СМС-голосования. Вопрос звучал следующим образом. Считаете ли вы, верите ли вы в то, что можно получить компенсацию за ДТП, произошедшее по вине дорожных служб? Задали мы вам такой вопрос. Два варианта ответа было, как всегда. Да, и считают, что да, возможно такую компенсацию получить. 82% наших зрителей, 18% таким образом не верят в возможность скорой справедливости. Твой опыт подтверждает, что, в общем, часто выносятся ДТП в пользу? Ну, вот как раз последние, то есть, вот возьмем два года, за последний год практика таких обращений резко увеличилась. Ну, ладно, будем верить, что справедливость будет торжествовать как можно чаще. Николай Скалов, адвокат, специалист по защите прав автомобилистов, был гостем программы «Юридический ликбез». До встречи через неделю и всего вам доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин